Большая вода в краевой столице пришла не только в микрорайон Затон. В Барнауле затопило несколько художественных мастерских. К нам в редакцию обратились пострадавшие художники, которые работают в этих помещениях. Репортаж Олеси Роженцовой. В мастерской художницы Екатерины Демкиной вода изображена на десятках картин. Правда, эти морские пейзажи могут пострадать от реальной влаги. Помещение находится над жилыми квартирами, сверху – крыша. Поэтому эти комнаты несколько лет страдают из-за дождей. Здесь еще проходит проводка, и дом-то уже не совсем новый, а проводка часто уже и перемотанная. И по проводке, по электропроводке бежит вода просто ручьями. То есть, ну это вот когда-нибудь закоротит. И уже в этом году и случай был, что закоротило и заискрило, пришлось вырубать электричество. Больше всех пострадала мастерская Апергильдия Широва. На этих кадрах комнаты с потолка заливает вода. Пока художник спасал свои работы, его сын снимал потоп на видео. Спасти все картины не удалось. Десятки полотен испорчены. По словам автора, моральный ущерб не оценить. Зато цифра материального получится не с одним нулем. Цена некоторых картин от 300 тысяч рублей. А это кадры с крыши. По словам художников, рабочие ремонтируют ее постепенно. Но результатов нет. В последний раз бригада появилась за несколько дней до потопа. Закончить работы не успели. Три года подряд с каждым годом все хуже и хуже и хуже и хуже. То есть, если сначала просто протекали розетки, протекала лифтовая, протекали, допустим, какие-то по стенам бежала просто вода чуть-чуть, ну, то есть немножко. То есть, сейчас просто лилось все с потолка, лилось все полностью через все работы, через все холсты. Прогнозы для художников неутешительные. Гидроминцентр обещает осадки и на следующей неделе. Если водопады в мастерских не прекратятся, художникам придется искать новое место для работы. Разрешить ситуацию может управляющая компания. Наш телеканал обратился за официальным комментарием. Подробности в следующих выпусках новостей. Олеся Роженцова, Сергей Балуев, Новости.